Строгие черные фраки, воздушные платья из шифона, сияние украшений и блеск глаз. Вечер перестает быть томным. Уже в четвертый раз Ивановский энергоуниверситет устраивает для своих студентов бал. Молодые люди активно откликаются на такое необычное предложение. Вечер без интернета и телевизора, когда можно почувствовать себя лондонским Дэнди Евгением Онегиным или кроткой Татьяной Лариной. К балу ребята готовились около трех месяцев. За это время успели разучить полонес, вальс, шакон, мазурку, польку. Подобрали костюмы. На балу очень важно выделяться из толпы, чтобы дама сердца обратила внимание. Это костюм, мы взяли в аренду у драмтеатра. Это костюм гусара 19 века. Костюм только такой у меня на этом балу. Мне нравится. В промежутках между танцами участники читали стихи поэтов Золотого века, исполняли песни и даже разыгрывали мини-спектакли. Прямо на глазах у публики состоялась настоящая дуэль. Борьба за даму – это дело чести. В прошлом году дуэль была на саблях, очень зрелищная получилась. Тоже из-за дамы неразделенные чувства. Действительно историческая традиция бороться за то, что тебе дорого. В фойе музыкального театра бал собрал большое количество зрителей. Посмотреть, прикоснуться к атмосфере пришли те, кто не отважили сами пуститься в пляс. С восторгом за танцорами наблюдал и ректор университета. Правда, сразу уговорился – на результатах сессии это не скажется. За счет автоматов они получат, безусловно. Они только получат улыбку преподавателя, который будет принимать. У меня завтра, кстати, тоже экзаменом какой-то группы. Я тоже дарю их улыбками, если увижу знакомых. Ну а сегодня будут призы. Еще один бал состоится в Иванове 23 декабря. Все желающие смогут увидеть это завораживающее мероприятие в Центре культуры и отдыха.